МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Анна Семенова. Здравствуйте. Старый оскол проводил в последний путь в краеведа Анатолий Никулова, почетный гражданин Старого оскола, учитель, преподаватель вуза, кандидат наук, любитель походов, надежный друг, гостеприимный хозяин с отличным чувством юмора и здоровым оптимизмом. Про таких говорят многогранная личность. Одна из граней, самая важная, связана с изучением Староскольского края. Но книги краеведа Никулова издавались небольшими тиражами. И сейчас с его трудами можно познакомиться только в библиотеках. Продолжит Лариса Ульяненко. В книге фамилии и имена оскольского края 950 фамилий оскольчан-первопоселенцев. Никуловых среди них нет, не здешняя фамилия, залетная. Но так сложилось, что автор этого труда, уроженец далекого Урюпинска Анатолий Никулов, сделал для оскола столько, сколько не смогли сделать коренные жители. Четыре десятка лет он посвятил изучению нашего края. Краевед, каких не было, так говорят об Анатолии Павловиче. Чтобы раскрыть для нас тайны прошлого, он буквально жил в архивах, тратил время, здоровье, деньги. Любимым временем историка был 17 век. Для него это было огромное удовольствие. Это такой жизненный кайф, если можно сказать, получать эти знания, выискивать их. Он был во многих архивах, куда могли попасть документы, связанные с этим временем. У краеведа зачастую не было денег, чтобы снять жильё. И тогда, очарованные его одержимостью к истории, галантностью и юмором, работницы архива в разных городах входили в положение. Как эти женщины, которые работали, архивистки, встречали и радовались Анатолию Павловичу. Как вспоминали, как он ночевал у них там в коморках, потому что снять квартиру было не на что. И они оставляли его ночевать там. Потом появились ученики, которые жили в этих городах, и они могли его приютить там, где-то в общежитии, где сами жили, или уже обосновались квартиры были, они пускали его к себе пожить. А то вообще в коморке в архиве ночевал. Вот как он горел всем этим. Горение вылилось в исторические исследования и монографии. Оскольский край – пожалуй, его самый известный труд. Правда, городские власти остались в стороне. Издание книги полностью легло на плечи автора. Есть две книги о Скольский край. Вот одна была издана в 90-е годы, и вторая уже переиздана, переработана. За первую он очень всегда стеснялся, потому что она выходила как раз в то лихолетие, когда денег не было в стране, кризис бесконечный. Поэтому она выходила даже без редактуры. И там даже опечаток банальных много было, орфографических всяких. Для Евгении Москаленко смерть друга, коллеги и учителя – потеря, которую сложно принять. Я его знаю, можно сказать, с детских лет. Когда-то он преподавал в школе, где я училась. С последнего дня своего жизни наша семья поддерживала с ним отношения. Мы видели его буквально за несколько часов до смерти. До последней минуты был окружен любовью и заботой. Вокруг него были друзья, он не оставался один, не жаловался никогда. Может быть, когда совсем было плохо, тогда можно было услышать от него какие-то слова боли. А во всем остальном это чаще всего были слова, наоборот, поддержки других. И слова, которые говорили о его любви к жизни. Его юмор всегда был скромятным. Он умел найти позитив, мне кажется, во всем. Даже после инсульта, когда часть тела парализовала, Анатолий Никулов не замкнулся. К нему на хутор Пасечный, куда он перебрался, все так же приезжали друзья. А он радушно встречал и, пока мог, обслуживал себя. Последние пять лет краевед жил в городе, на съемной квартире. В последнее время он уже, будем сказать, с коляски не поднимался. А так он по квартире передвигался с помощью костылика и все это приспособление, то есть вот этих ортопедических. Поэтому это уникально. Но это нужно видеть, так и трудно рассказываем, но это невероятно по большому счету. И тот, его состояние психологическое, бодрое. Уход планировал. Мне он именно четко определил это, значит, когда в прошлый четверг, в прошлый четверг он все выстроил, говорит, вот буду уходить. Вот так, вот так. Рад, что ты мне сейчас здесь содействуешь, потому что все-таки уход за человеком, который 11 лет провел в половину парализованной, это, конечно, несколько требует определенных и навыков, и пониманий. Вы знаете, не было такого ощущения, что вот он тягостно уходит. Это все было достаточно, как это правильно сказать, позитивно с его стороны. Когда в моменты были его бессилия, там прочее, конечно, накатывались слезы у всех, кто приходил к нему. Но, тем не менее, он виды не показывал, что вот он, знаете, скорбно делает, что вот я ухожу. То есть очень болевой человек. Удивительный. Так чаще всего называют Анатолия Никулова. Он работал в школе историком, учителем физкультуры, вел НВП. Затем осел в Краеведческом музее, преподавал в УЗИ. Единственный на Белгородчине владел скорописью, читал и перекладывал на понятный нам язык письмена 17 века. Такое искусство в транслитерации подвластно немногим. К сожалению, Краеведение многие относят как бы к хобби. Считается, что Краеведение – это что-то такое любительское, несерьезное, и можно этим заниматься, ну так, как бы между делом. А он Краеведение поднимал на уровень науки, как, собственно, и должно быть. Он учил нас этому, что именно такой должен быть подход. Конечно, вот в памяти он остался человеком веселым, оптимистичным, позитивным, умным, очень деликатным. Он никогда не указывал грубо на какие-то ошибки, старался помочь, исправить, помогал всем, чем мог. Очень теплое останется чувство, потому что он был настоящим другом. Светлая ему память, и я думаю, что и следующее поколение оценит его труды. Вот один из специалистов белгородских сказал, что как Старомоскову повезло. Ведь очень многие города мало что могут найти свои истории, вот 17-го особенно века, потому что этот блок учить сложен к изучению. Анатолий Павлович для нас, для музейщиков, прежде всего Краевед. Кроме того, что у него есть и другие, скажем так, ипостаси в этой жизни. Он педагог, он учитель, он наставник, он советник, он коллега и так далее. Но для нас он прежде всего ценнейший Краевед, который внес неоценимый вклад в историю нашего города, Аскольского края в целом, безусловно, это имеет значение для всего региона, для всей Белгородской области, потому что труды такого уровня дорогого стоят. В память об Анатолии Павловиче коллеги из Института стали и сплавов организовали выставку его работ «Книг, фотографии». Что удивляет, восхищает в Анатолии Павловиче? Это его скрупулезность, это его высочайшего уровня профессионализм, ответственность, но обоснованность и открытость, достоверность, научная достоверность вытопался до конца. В последние годы тяжело было Анатолию Павловичу работать, но тем не менее он работал ежедневно, хотя одна рука уже у него не действовала, печатал он одним пальцем. У него была большая лупа, через эту лупу он старался прочесть вот те материалы. Государственные архивы древних актов. И одним пальчиком набирал этот материал. На трудах Анатолия Павловича учатся наши студенты. Они легли в основу изучения дисциплины «История Отечества». Он был небезразличным человеком к истории родного края. Это было делом всей его жизни. Анатолия Павловича Никулова очень уважали и любили его ученики и студенты. И если мы проследим весь его профессиональный путь, то нам, конечно, будет сразу понятно, что этот человек прожил трудную, но очень интересную жизнь. Во время прощания с Анатолием Павловичем было очень много его учеников. Вот это отношение учеников к нему, оно прослеживалось не только в тот период, когда он работал в школе, но и в те периоды, когда ему было тяжело, когда он уезжал на хутор и жил один, и писал там свои труды. Они приезжали к нему, помогали ему устраивать быт, привозили холодильник, помогали с продуктами. Один из учеников Анатолия Павловича пишет. Анатолий Павлович, дорогой, помню наши уроки истории, НВП, походы на лыжах в Воронеж, ваша увлеченность, острую ум и энергию, которая мне, как ученику, передалась и вдохновляет. Думаю, что вы, а я в этом уверен, помогли мне определиться в выборе профессии. И когда выяснилось, что военным я не буду, другого кровоя, как стать учителем, я для себя не видел. Анатолий Николов умер 18 декабря. Отпевали его в Ильинской церкви, а в последний путь провожали по первому снегу. Говорят, так уходят чистые и светлые люди. Лариса Ульяненко, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9 канал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К 10 годам колонии строгого режима приговорили старооскольца, который убил соседа, и, чтобы скрыть следы преступления, обезглавил труп. В конце апреля 2021 года 38-летний мужчина у себя в квартире распивал спиртное с соседом. Возник конфликт. Хозяин дома топором нанес множественные удары по голове и шее 35-летнего. Тот скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, убийца отсек голову и кисти погибшего. Туловище вынес в квартиру убитого, а остальное утопил в водоеме. Обнаружилось все, когда в подъезде появился специфический запах, о котором соседка сообщила в полицию. На следующий день сотрудники уголовного розыска убийцу задержали. В ходе следствия он показал водоем, в котором утопил останки. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Подведены итоги регионального конкурса «Щит и перо». Его проводят с 2002 года среди журналистов, которые освещают работу сотрудников полиции. Организаторы областного управления МВД и фонд поколения депутата Госдумы Андрея Скоча. Всего в этом году было подано около 40 заявок. Победителей выбрали на заседание Общественного совета регионального управления Министерства внутренних дел. Это всегда, наверное, больше, чем премия. Общественное признание – это своего рода большой титанический труд. И здесь как раз очень важно отношение. Отношение человека, отношение его гражданская позиция. Вот поэтому фонд поколения уже на протяжении многих лет именно является соавтором этого конкурса, этой премии. Лауреатами стали сотрудники районных и областных средств массовой информации. Их наградили дипломами и памятными призами. В числе победителей – корреспондент газеты «Наш Белгород», полковник полиции в отставке ветерану МВД Анна Барабанова. С большим удовольствием я пишу о людях, которые работают в городском управлении внутренних дел. Как правило, герои моих публикаций – это сотрудники самых разных служб. Это очень достойные, очень интересные люди, которые рассказывают о том, как они пришли в профессию, какие проблемы они в ней видят. Я стараюсь это отразить в своих публикациях. Также на заседании областного управления МВД наградили участников всероссийского конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции». Диплом лауреата в двух крупных международных конкурсах привез из Москвы вокальный ансамбль Центра культурного развития «Молодежный». Учитывая, что коллективы представили совсем новые композиции, это высокий результат. Международный вокальный конкурс имени композитора детской песни Анны Петряшевой собрал в Москве около 600 участников, в том числе и староскольский ансамбль «Супер-пупер». Младший состав отправился в столицу с композицией Петряшевой «Девочка из фильма». Когда мы выступали, мне не было страшно, потому что все взрослые сидели и поддерживались на нас в зале. Мы поехали на этот конкурс с песней, которую мы только выучили, и мы никогда ее не пели. Когда сказали «Супер-кидс» лауреат первой степени, мы все кинулись обниматься друг с другом. Милана Маянкова исполнила песню «Птицу в небо», также Анны Петряшевой. Она впервые солировала и стала лауреатом первой степени. Там были очень сильные детки, но из «Голоса», проект «Голоса на дети». И я выступала первый раз, и мне было как-то немножко даже страшно. С первого куплета немножко даже страшно, когда дрожал голос, а с третьего уже вообще разошлась. Там сначала выслалили в списке дипломантов, я у Александровны написала «Меня точно там нет». Она сказала «нету». Потом мы пришли в зал, и все сначала говорили «третье», потом «второе», потом «первое». Больше всего там было «третьих». Потом я заняла первое место. В итоге коллектив Центра культурного развития молодежной стал дважды лауреатами первой степени и трижды второй. Такого успеха не ожидали. А здесь мы просто рискнули, поехали с новыми номерами, их повезли и выиграли. Это, конечно, здорово. В то же время в Москве проходил еще один конкурс – международный фестиваль национально-патриотической песни «Красная гвоздика. Юные таланты» имени Иосифа Кобзона. Несколько этапов онлайн-отбора и на большой сцене «Дома кино» выступают победители в своей категории. Старший состав ансамбля «Супер-пупер» с песней на Мамаевом кургане «Тишина». Мы готовили эту песню очень долго, потому что на самом деле это очень тяжело. Всякие постановки, различные голоса – это на самом деле трудно держать, но мы с этим справились. Да, еще наша песня была разделена на четыре голоса, и это очень сложно, потому что эти четыре голоса нужно, чтобы они все вместе сливались и звучало, как одна песня. К тому же это была капелла, поэтому это в тысячу раз сложнее. Нужно слушать не только себя, но и других. Очень важным и приятным было то, что после того, как наши дети спели, члены жюри позвали их, и меня в том числе, сказали, «У вас просто великолепная вокальная аранжировка, то есть разложение по голосам, нетривиальное исполнение, то есть исполнение, которое неожиданно, не классическое исполнение. И когда члены жюри говорят, что из всех ансамблей вас приятнее всех слушать, вы просто молодцы, то, конечно, понимаешь, что ты работаешь не зря, что все здорово». Еще один вокальный конкурс «Суворовфест» проходил онлайн. Галок-концерт был запланирован в Санкт-Петербурге, но его отменили. Там должны были выступать старший состав «Супер-пупер», занявший первое место, и до мажоры, лауреаты второй степени. Мария Шелепова, Роман Стариков, Евгений Сазонов, 9 канал. Сегодня, 22 декабря, в России отмечают день рождения отечественного хоккея. Ровно 75 лет назад в Советском Союзе прошли первые официальные игры по канадскому хоккею, так тогда называли игру «Шайба и на льду». Как сегодня развивается детский хоккей в Старомосколе? Недавно секция перешла из частных рук муниципальной. Одну из тренировок посетила наша съемочная группа. 12-летний Никита Рябиченко встал на коньки в три года. Сейчас играет центральным нападающим хоккейной команды Старого Оскола. У меня было в детстве плохое здоровье. Меня родители отправили сначала на фигурное катание, а потом тренер по фигурному катанию сказал, либо уводите его на хоккей, либо я буду любить из него настоящего фигуриста. Для меня хоккей – очень красивый вид спорта. Там очень много красивых голов, передач. Ну и, в принципе, очень достойный вид спорта. Как теперь здоровье? Хорошо. Здоровый как будет. Его друг по команде Саша Мацнев тоже 9 из своих 12 лет держит клюшку в руках. Его задача – защищать ворота, но он успевает и нападать, и забивать шайбы. В планах стать профессионалом. На самом деле банально все было. Сидел телевизор, смотрел, и какое-то представление какого-то матча было. Ну вот я подошел к маме, сказал, что вот, мам, можно отведешь меня туда? Ну вот как бы так. Удивило то, что как бы на льду там люди играют, как бы в футбол, то есть там люди бегают, а тут хоккей, то есть коньки, лед. Хочу пробиться в НХЛ, стать знаменитым хоккеистом, чтобы дети смотрели на меня и тоже шли в хоккей, то есть чтобы развивался этот вид спорта. Тренирует ребят Александр Васильевичкин. Он обучает детей игре с клюшками и шайбами уже почти 30 лет. Сегодня в его секции около 60 ребят от 5 до 13 лет. И, к сожалению, это очень мало. Надо, чтобы как бы одного возраста детей было там порядка 30-40 человек. То есть, а сейчас у нас получается одного возраста порядка 7-8 человек. То есть это даже не команда? Это не команда, да. Ну, мы дополняем другими возрастами, то есть за девятый год у нас играет десятый год, одиннадцатый год, то есть и за одиннадцатый год играет двенадцатый, тринадцатый. То есть вот так собираем что-то как-то. Хоккей считается очень дорогостоящим видом спорта. Коньки, нагрудник, шлем, налокотники и наколенники можно взять не новый. Обойдутся в 7-8 тысяч. Их хватит примерно на полтора-два года. В Старомосколе родители юных спортсменов обмениваются принадлежностями, продают за приемлемую цену. Сейчас тренировки бесплатные. А раньше секция хоккея была частной. Одно занятие стоило 240 рублей. Самые маленькие тренируются по три раза в неделю, старшие – шесть. Вот и выходило от трех до почти семи тысяч в месяц. Сегодня отделение хоккея входит в спортшколу Олимпийского резерва номер один. И дети занимаются совершенно бесплатно. Мама болеет. У нас дети приходят, у кого зрение слабое, просто хоккей очень помогает в концентрации зрения. У кого простудные заболевания, тоже стараются на хоккей сюда попасть. Здесь иммунитет вырабатывается. Хоккей – это спорт для настоящих мужчин, скажем так. Здесь в хоккее очень много, много связывают. Здесь и футбол, и баскетбол, то есть здесь все виды собраны. Надо, чтобы у ребенка было и игровое мышление, и головой он работал. Хоккей – есть и все. Помимо укрепления иммунитета и хорошей физической подготовки, тут растят будущих профессионалов. У нас очень много детей уехало. Уехало в Москву, в Санкт-Петербург, играют в таких элитных клубах. У нас дети играют в ЦСКА, играют в Динамо Московском, в Спартаке, в СКА Санкт-Петербург, наши распитанники. Играют в молодежной хоккейной лиге, играют в высшей хоккейной лиге. То есть ребята с Старого Скола проявляют выходцы, выходцы из Староскольской хоккейной школы. То есть мы за них гордимся и за них радуемся. Сейчас в спортшколе Олимпийского резерва номер один идет большой набор будущих хоккеистов от 2012 до 2016 годов рождения. Записаться можно в Аркадии и самой школе. Занятия бесплатные. Мария Шелепова, Роман Стариков, Евгений Сазонов, 9 канал. На этом у нас все. Впереди прогноз погоды. Я, Анна Семеновна, прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9 канале. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Одновременное сочетание мороза и снега – явление нечастое. Однако сейчас почти повсеместно такая картина. Замело и заморозило даже Крым. Виновник всему – глубокий высотный циклон. С одной стороны, облачность настолько тонка, что через нее просвечивают солнце и луна. Но при этом она рождает изрядное количество снега. Вот и в Старом Осколе в ближайшие дни морозно и снежно. Бонусом к новогодней погоде идет солнце. 23 декабря – это уже ясно. Температурный фон с утра и до ночи одинаков – минус 14, минус 15. Но при высокой влажности и юго-западном ветре будет казаться, что за окном минус 19, минус 21. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба.